Добрый день! Захватили заложников. И если бы это был первый случай, но как-то вот за последнее время, Андрей, очень часто можем читать, что там или в том населенном пункте, или в том произошла какая-то перестрелка. То в маршрутке, то на улице, то какие-то разборки с оружием. И такое чувство, что какая-то ситуация такая вот несколько хаотичная, накаленная и много слишком насилия прямо на улицах. Или это у меня просто такое, или я не те читаю источники, просто не знаю. Ну, я давно говорил о том, что градус агрессии в обществе шкалит. Это видно и по бытовой преступности, бытовым каким-то инцидентам, нетерпимость. То есть любые, ну, обратите внимание, как воспринимают оппонентов, сразу готовы в драку. Вот миф о том, что украинцы это толерантные, дружелюбные люди, по сути за последние годы разрушился. Вот этот стереотип, который бытовал. Но однако вернемся к нашему инциденту в Музыске, где человек, который называет руководство государства преступниками в законе, ну, такой берет Че Гевары, а-ля Че Гевара, но только почему-то, мне кажется, с соблюдением закона о декоммунизации забыл на него одеть звезды. Или не захотел. Ну, и тут же вылетает министр внутренних дел, естественно, ну, понимаете, все это как-то попахивает, конечно, водовилем. Проблема в другом. Обратите внимание, фактически из 53 психиатрических больниц финансирование получило только 10. Мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда плюс еще к имеющимся вот этому градусу агрессии, большому количеству оружия на руках у населения, криминализации общества, добиваются еще и психически больные люди, которых просто некуда девать. Ну, мы же не можем по советам, по заветам либертарианцев, там, отправить ненужных людей куда-то там на автонарь. Но, объективно, они никуда не денутся. А значит, они будут среди нас. И, значит, такого рода, скажем, эксцессы с людьми, которыми должны заниматься врачи, ну, будут... Ну, впрочем, это неудивительно, потому что у нас мы видим, сколько людей, которые должны принимать таблетки, сидят у нас в Верховной Раде и принимают законы. Ну, все-таки, Андрей, как вы считаете, насколько вот эта вот эскалация в обществе и такое какое-то поднятие градуса, если хотите, насколько это станет, ну, это просто эксцесс, вот, ну, что-то случилось. Или вы считаете, что это может... Да, я давно говорил о том, что с 2014 года, наряду с сумкой с деньгами, пультом от телевизора, силовой ресурс стал одним из факторов украинской политики. Ну, обратите внимание, практически почти у всех партий есть, так или иначе, какие-то полулегальные силовые крылья. То ли в виде охранных фирм, то есть, и вот этот силовой ресурс, он активно будет принимать участие в этой избирательной кампании. Он, знаете, как у Чехова, если в первом акте висит ружье, то во втором акте оно обязательно выстрелит. Это неизбежно. И мы видим уже, ну, ситуация с нас в корпусе. Уже, ну, не только там какие-то интернет-издания типа репортер, но уже там барон Бичем, представитель Рибарийской партии, пишет о развуле неонацистов, депутат польского Сейма требует опуздать. Я имею в виду ту ситуацию, которая сложилась вокруг партии Шария с объявленным национальным корпусом Сафари. Это уже видят в Европе. А там дело в том, что они могут сколько угодно убеждать нас, что это патриоты, а не неонацисты. Знаете, есть такой утиный тест. Если кто-то зигует, как нацист, если кто-то ходит с факелами, как нацист, если кто-то молотит своих оппонентов, как нацист, то это нацист. И в Европе это прекрасно видят. Со всеми вытекающими для РНМ Украины последствиями. А последствия, ну, собственно, тут совершенно очевидно. Потому что нас будут воспринимать такое, как белое Сомали. Ну, и теперь мы переходим, конечно, к местным выборам. Но прежде чем перейти, я прошу наших зрителей, которые смотрят прямо сейчас прямой эфир, пожалуйста, дайте нам знать, хорошо ли вы слышите, потому что я чувствую, что есть какие-то перерывы со звуком. Если все хорошо, напишите, пожалуйста, нашему режиссеру прямого эфира, а мы продолжаем. Итак, Андрей, местные выборы – это то, что вы можете комментировать долго и многое, поэтому давайте прямо в деталях. Итак, решение принято. Это означает, выборы будут. Но выборы будут совершенно теперь по новой схеме. Давайте вот коротко по какой и к чему это может привести. Вот то, что выборы будут, я был, ну, в принципе, всегда уверен. Вот другому, как, сумеют ли подбить итоги этих выборов. Поскольку тот избирательный кодекс, которым нас наградили, ну, подведение итогов выборов будет очень проблемной процедурой. Поскольку даже люди, которые собрались с депутатами, еще толком понятия не имеют, что такое избирательная квота. Ну, допустим, звонит один уважаемый человек, которому от одной очень проевропейской партии предлагают, мы тебе предлагаем проходное место в списке. И рисует цифру с четырьмя нулями. Когда я говорю, конкретно, какое место в списке? Ну, спустя полдня звонит, ну, вот там, пятое, восьмое. Я говорю, можешь расслабиться, знаешь, без лоха и жизнь плоха. Поскольку, скорее всего, учитывая ту социологию, которая по твоему городу, эта партия, если преодолеет, то с трудом переползет пять процентов. Не больше. А значит, что, скорее всего, если у тебя будет там пятое, шестое, о чем-то можно говорить, но седьмое, восьмое, это мимо касса. И что бы ты ни делал, получается такая. Вот если взять, для меня осталось удивительным. То, что, допустим, тоже за життя настаивало на то, чтобы избирательная квота была 50 процентов. По-моему, Ирина Герасченко прыгнула от радости о том, что не снизили избирательную квоту. А ведь на самом деле получается... А что такое избирательная квота? Что вы имеете в виду сейчас? Это сколько надо набрать, получить голосов за себя любимого, чтобы продвинуться в списке. Сейчас оставлена квота 25 процентов. Но обратите внимание, в Чехии, где избирательная квота 15 процентов, менее 20 процентов сумела ее набрать. Поэтому у меня очень большие сомнения, что человек, который честно ведет избирательную кампанию, без подкупа, без сетки, без использования административного ресурса, если он не мегапопулярная личность, что он сумеет продвинуться в этой квоте. По сути, мы получаем закрытую избирательную систему. Да, если партия рейтинговая, там может, как говорится, и вся десятка. Но если имеем дело с партией с рейтингом 5-15 процентов, то получается достаточно интересная картина. Первая тройка. Что бы они ни делали или делали, они все равно проходят. Они могут вообще ничего не делать. И последнее. Что бы они ни делали, как бы они ни старались, они не проходят. Ну а вся нагрузка на партийную кампанию, она ложится на, как говорится, золотую средину. А вось повезет. Поэтому, ну, во-первых, это система все-таки партийного рабства. Я считаю, это, по сути, закрытые партийные списки. Избирательная квота в наших условиях, ну, если не 5 процентов, как некоторые предлагали, но хотя бы 15 процентов, как у наших соседей. Это было бы логично. А так получается все-таки, ну, и с учетом того, что теперь мажоритарные выборы будут только до 10 тысяч, а свыше 10 тысяч, изволь найти себе партию. А возьмите, некоторые объединенные территориальные громады далеко за 10 тысяч. Ну и какая там партийная жизнь. Это опять, как говорится, на полусогнутых идти в партийный офис, стучаться и договариваться. То есть тут, как бы, я считаю, это перекос. И, кроме того, у меня самые большие вопросы вот к системе подсчета. Поскольку, ну, раньше было понятно, вот стопочка за кандидата, вот за другого. Теперь, с учетом того, какие там поправки. А если избиратель перепутал, допустим, неправильно в трафаретке нанес номер. Помните, как в почтовом индексе при Советском Союзе? Вот, картиночки. Вот такой трафарет. Вот так по такому трафарету. То есть еще надо будет сначала научить еще и избирателя сориентироваться в этом ворохе бюллетни. Подготовить членов комиссии. А это мега трудная, мега затратная работа. Сумеют ли за эти пару месяцев наши партии уложиться? У меня большие сомнения. Поэтому я представляю, какой вселенский бардак будет при подсчете голосов, при подведении итогов. И вот возникает вопрос, а кто же бенефициар? Ну, многие говорят, дескать, это там знакозненные слуги народа, вот ты их защищаешь. Ну, я объективен. Слуги народа при всем желании, ну, то, что они получают, ну, определенные преференции, как самая рейтинговая партия. Все. А в основном банковать на местном уровне будут региональные элиты. Вот кто станет ключевым игроком вот этих выборов. И, судя по всему, они переиграют и слугу народа, и его зажиття, и батьевщину, и европейскую солидарность. Давайте теперь об этом поподробнее, потому что это очень интересная впервые система, когда все, кто проходит в разные уровни советов, должны быть от партий. Да, и мэр, и там, представитель сельсовета, и многие-многие другие. Должны представлять определенные партии. Очевидно, что часть партий будет создана быстренько под шумок. Но тут же очень важный момент. Можно ли прямо сейчас, очень быстро, подсуетиться и прямо сейчас создать партию? Вот, ну, например, там, в мае или там, в июне. Нет, 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 все уже готово. Да, все уже готово. Скажите, пожалуйста, сколько влиятельных партий местных, вот местного разлива, на сегодня уже появилось? Те, которые могут претендовать на то, что они у себя там в каком-то городке и поселочке что-то возьмут. Есть такие у нас? Ну, вот смотрите, было много шума, вот 3 июля прошел съезд пропозиции. И тоже пошли там вопросы с места, а что это за сеть? Ну, приходится людям объяснять, что от такой пропозиции лучше отказаться. Ну, и приходится объяснять, почему. Ну, кого мы видим в ее рядах? Ну, скажем так, ряд мэров середнячков и легкой весовой категории. Ну, да, Райкович, Кировоград, ну, еще бабушка надвое сказала, переизберется ли. Сухомлин, да, неплохой рейтинг, но 50% житомирян готовы его поменять на кого-то другого. Синкевич, ну, это политический мертвец с рейтингом ниже уровня жирности диетического кефира. Каспрук, ну, мы видели, как буквально вчера его отстранили от должности. А поверьте, мэров тяжеловесов так просто не сдвинешь. Сдувают тех, кого можно сдуть. Ну, достаточно легковесные. Поэтому мой вердикт, в эту партию сгрудились малые. А значит, что же в ней главное? А главное то, что это, по сути, это партия неудовлетворенных политических амбиций Корбана и Филатова. С одной стороны, возможно, они хотят застолбить такой проект для похода в большую политику. С другой стороны, им надо удержать в руках Днепр, где будет ожесточеннейшая борьба за контроль над городом. А значит, эта партия, по сути, является местечковой, локальным проектом. И то, что там некоторые рисуют, что по Днепру у нее, дескать, уже там чуть ли не за 20 процентов, огромные перспективы. Но это туфта, поскольку партия только три недели назад о себе заявила. Понятно, что какой-то результат они получат. Но не далее границ города на Днепре. А по сути, главная проблема заключается еще и в личностном факторе. И, учитывая, скажем так, реноме Корбана как большого специалиста в прикладной конфликтологии, а именно в недружественных поглощениях и слияниях чужой собственности. То есть он не относится к числу тех людей, про которых в Америке говорят, я бы купил у него подержанную машину. А мэры народ душный, ну и, собственно, и региональные элиты прекрасно во всем разбираются и все знают. Поэтому никто, задрав штаны, туда не получится партии в полном смысле. Будет такой себе местечковый проект. Не более. Но, обратите внимание, там в Днепре есть же еще и Коломойский. Есть еще и ряд авторитетных бизнесменов типа Петровского, спонсора проекта «Томас». Который, как говорят, весьма серьезно, материально простимулировал эту затею. Серьезными словами. И как они будут подводить итоги? Ну, я бы все-таки, если бы делал ставку, ну, скорее всего, все-таки победит Корбан и Финландов. Но там будет, я предполагаю, там будет побоище. Почему? Потому что ресурсы и возможности, как Коломойского, так и, скажем так, группировки Петровского, это организованные политические группировки, АПГ, таковы, что, скажем так, свое, ну, я думаю, в конце концов они возьмут. И таких городов, где выборы рискуют перерасти в побоище, несколько. Это Одесса. Поскольку слишком в условиях уменьшающейся, как шагреневая кожа, уменьшающейся, как шагреневая кожа, кормовой базы украинской экономики, Одесса является очень привлекательным ресурсом. Поэтому там борьба будет не на жизнь, а на смерть. Хотя сейчас все-таки больше шансов у Труханова. Но обратите внимание, ну, как говорится, восставший из ада, вернулся Гурвиц. Всплыл. Ну, как говорится, Гурвиц не тонет. Это неспроста. Поэтому, я думаю, там выборы будут совсем не милы. Львов. Я думаю, европейская солидарность попытается отбить у Садового Львова. Он попытается консолидировать, ну, сумеет ли договориться со свободой. Если сумеет договориться, то Садовому я не завидую. Для него это уж точно, выборы не будут легкой прогулкой. И, пожалуй, ну, где будет спокойно, относительно спокойно, это Чернигов, где Трошенко с партией Ридный край обладает таким достаточно устойчивым и стабильным высоким рейтингом. Несменяемый мэр. Это Харьков с Геннадием Адольфовичем Кернесом. Теперь, ну, он поменял вывеску. Раньше, пять лет назад, это было Ветроджиня, где он на паях с Коломойским запустил этот проект и провел монобольшинство. Теперь, я думаю, монобольшинство будет уже от проекта «Успешный Харьков. Блок Кернес». Многие спросят, а где же здесь слуги народа? Скорее всего, слугам народа придется идти на договоренности с региональными элитами. А там, где их креатуры пройдут, скорее всего, это будут, ну, как говорят, те самые черти, о которых говорил президент год назад. Поскольку сформировать такую сильную обойму кандидатов на местные выборы, мне кажется, что снова пойдут про проторенные дорожки, как было год назад. Но тогда это были выборы парламентские, и на многие вещи закрывали глаза. А сейчас это не пройдет. Поэтому уступят, скорее всего, все-таки, я бы отдал первенство как раз местным элитам. Я упоминал о Днепре. Вот парадоксально, но в руках у того же Корбана несколько партийных франшиз. Это, прежде всего, понятно, учрительные документы пропозиции, но и не только. Ну, за життя. Возможно, для многих это станет шоком о том, что, по сути, в руках у человека, который не пустил, для сторонников Медведчука, в руках у человека, который презентовал себя как не пустившего русский мир в Днепр, находятся бразды правления от партии, скажем так, человека не чужого. И еще и, собственно, в полушаге Геннадий Олегович от того, чтобы взять под контроль местную европейскую солидарность. Ух ты! Он все-таки гурман, у него странное сочетание партийных искусств. Вот у Корбана в одной руке два идеологических антипода. Две полярные партии. Так кто кого разводит, кто кому полезный патриот или полезный еврей в этой ситуации. Вот это вот интересно задаться таким вопросом. Вот это реалии украинской местечковой политики, где нет принципов, где нет убеждений, а есть только вечные интересы и большое корыто. Поэтому, если говорить о универсальном лозунге вот таких квазипартий на местах, а их в каждом городе, как говорится, только самые недальновидные мэры не обзавелись пакетом документов и такой квазипартийной структуры. Так вот, лозунгом всех этих партий является одна очень простая фраза. До корыто. Андрей, вы знаете, вот я, видите, вы просто разрушили мою мечту. Я вдруг в какой-то момент стала думать, что такая система основана на пропорциональных выборах. Она приведет к тому, что партии, которые, скажем, представлены в парламенте, они будут глубже со своими интересами, со своими сторонниками проходить вглубь страны, будут формировать какие-то свои ячейки еще больше, чем раньше, что они будут вынуждены иметь связь теперь по всей линии, что называется, проникновение вглубь страны. Но, с другой стороны, они могут получить и ответ. Потому что тогда, если на местах люди придут к партии и скажут, вот мы хотим тебя представлять, то и они как-то будут с помощью императивного мандата, который тоже там заложен, да, тоже каким-то образом привязаны к этой партии. То есть была надежда на то, что все-таки так или иначе какие-то партийные такие структуры будут формироваться. Но вы разрушили все мои идеалы просто вот одним таким рассказом. Так, элементарно, никакой идеологии в украинской партийной системе она идеологии никогда не ночевала. Почему вот эти идеологические кульбиты? Ну, обратите внимание на нашего экс-президента. Где начинал наш Порошенко, наш гетьман, по-моему, Донбасский? Начинал в СДПО. Один из учредителей партии регионов. Потом в нашей Украине поработал у Януковича, у Азарова в правительстве. Только потом уже, ну, европейская солидарность. То есть для этого человека, у него нет идей, убеждений. У него есть вечные интересы. А главная идея – зарабатывать деньги. А идеологию, взгляды, идеологические взгляды, принципы можно менять как перчатки. И это, увы, это беда всей нашей политики, в которой она является инструментом зарабатывания денег, а не реализации каких-то своих идей, программ. Увы, это наша реальность. Поэтому неудивительно то, что 10 лет тому, когда в 2005 году Порошенко выступал и рассказывал о том, что надо защитить русский язык. А сегодня его призные выступают с диаметрально противоположных позиций. И нам нравится Мова, говорит, до Ростова. И, увы, кстати, вот в чем проблема и снув народа. В том, что они, я в прошлой передаче говорил о проблеме Тимошенко и ее косплее Порошенко. В том, что куда он ее привел. А теперь косплеят Порошенко и представители новой власти. Обратите внимание на Данилова. Никакого, то есть никаких, разве что английский язык. Это мне напоминает одесский анекдот. Знаете, по французскому бульвару фланирует пара, слышит крики «Help me! Help me!» «Моня, что это за шум?» А это тот самый шламазон, который пока вся Одесса училась плавать, учил английский язык. Вот так и у нас. Понимаете? Поэтому, увы, править БАО и в этой избирательной кампании будет не идеология, а будут, скажем так, интересы региональных элит. Другое дело в том, что я и прогнозирую, рано или поздно они выйдут на оформление своего горизонтального проекта. Андрей, скажите, пожалуйста, вот парламентские партии, они же по большому счету были заинтересованы в том, чтобы эти выборы были пропорциональными. Вот это в какой-то степени приведет к усилению парламентских партий на местах? Ну, некоторые же имеют ячейки. То есть не везде же региональные партийки будут себе приходить на один сезон, чтобы под выборы. Мы же это знаем. Да, партиям это даст, приток ресурсов. Возможно, у кого-то там появятся новые офисы, придут какие-то новые люди. Но, понимаете, без идеологии это все будет... Ну, я тем же снугом говорил о том, что, в конце концов, были бы либертарианцы или последователи, было бы понятно. А так у вас забеги в ширину от социализма до либерализма. И кто вы такие? То есть назовитесь за что и против чего. Вот это вот как бы проблема отсутствия идеологического лица, это бич всей украинской политики. Естественно, тогда люди голосуют за человека. Нравится? Понравился Зеленский в ипостасе Голобородько? Продержали, он победил. Но, где команда? Программа, кстати, у него хорошая была. Программа качественная. У Голобородько или у Владимира Зеленского? У Зеленского на выборах, Краина Мри, хорошая, качественная программа. Но где люди, где та сила, которые ответственны, которые реализуют эту программу? Вот с этим не задовольствием. Андрей, ну и теперь давайте немножко от местных выборов к глобальным последствиям таких выборов. Скажите, пожалуйста, вот результаты этих выборов, они повлияют на политическую атмосферу в стране, на политическую ситуацию? Они способны, наоборот, успокоить политические такие вот какие-то, ну если хотите, движения? Или, наоборот, их усилить? Потому что, как вот я думаю, что если вот раз получится так, что, ну, правящая партия МОНа большинства, да, кстати, сегодня год, как вот они выиграли, да, хорошо, поговорим об этом тоже. Вдруг случится так, что вот правящая партия, которая сейчас там в пределах 35%, 30, да, ее рейтинг, раз на местных выборах получит, ну, условно, 15, ну не знаю, ну, вот предположим такой, да. По меня и в другие партии тоже как-то распределяют по-другому свои рейтинги. Будет это одна политическая ситуация общеукраинская? Или, например, это никак не повлияет, и то, что там вот они в регионах получили меньше, не значит, что в общегосударственном масштабе у них там проблема. Понимаете, вот специфика местных выборов, она заключается не в проценте, сколько возьмет, а в контроле над ключевыми регионами, над ресурсными регионами. То есть можно в целом набрать достаточно весомый процент, но если это будет процент, скажем так, в экономически слабых дотационных регионах, ну и, соответственно, и этот процент будет нивелировать. Другое дело в том, что результаты этих выборов, они могут стать стартовым сигналом для кампании парламентской. То есть, во-первых, провал, допустим, партии президента на выборах, безусловно, может запустить центробежные процессы в большинстве. Потому что многие там рассказывают о том, что все, монобольшинства нет, дескать, оно рассыпалось, оно еще не рассыпалось. Это преувеличение. Те, кто об этом говорит, натягивают сову на волосы, как говорится. То есть дотягивают под свою картинку мира ситуацию. Оно не рассыпалось. Но проблемы есть. И проблемы, причем, достаточно серьезные. А вот выборы, они могут эти проблемы детернировать, результаты, если эти результаты будут негативными. Ну и наоборот, скрепить. С одной стороны. С другой стороны, безусловно, эти выборы усилят, скажем так, тенденции регионализации самой страны. Я здесь не раз упоминал Корбана. Вот он, надо отметить, что иногда ему попадается удачно, удается удачно сформулировать. Украина тысячи хуторов. Вот что мы рискуем получить по итогу этих выборов. Поскольку зависимость от Киева становится все меньше. То есть, а регионы будут чувствовать себя самодостаточными. Что хотят региональные элиты? Ну, как вот на примере того же Днепра. Чтобы быть такими, иметь свой умус, которым они будут править, как говорится, править суд и решать все сами. Без оглядки на Киев. Вот это им хочется. То есть, речь здесь не идет о блага идеи местного самоуправления. Ну, скажите, какое самоуправление в Днепре? Там точно такой же беспредел, когда малый бизнес загоняется под шконку, душится. Ну, посмотрите просто хроники по Днепру. Точно так же пилится бюджет. Точно так же оббирают горожан. Ну, 15 гривен час парковки в Днепре, из которых 14 гривен уходит на кипрскую оффшоп. Нормально? Нормально. Вот чего хотят. То есть, даже эти люди, они могут сформулировать весьма, им политтехнологи помогут, сформулировать весьма привлекательную картину будущего, как мы все сами построим, и у нас все будет красиво и хорошо. Но на самом деле ничего другого. То есть, они могут сделать декорации, но построить ничего, по определению, они не могут. Ну, в силу хватательного, то, что эти люди умеют только отнимать и делить. Созидать они не умеют и приумножать. Андрей, ну и сейчас, если вы не против, давайте немного поговорим о том, что удалось и что не удалось партии «Слуга народа» за этот год, монобольшинству. Потому что вот когда Зеленский пришел к власти, а ведь когда он выиграл выборы в парламенте, собственно говоря, тогда, наверное, он и пришел к власти по большому-то счету, создалось впечатление, что вся власть отошла к Владимиру Зеленскому. И только вот в какой-то момент возникало такое сомнение, выиграть выборы означает ли это получить власть? Реальную власть. Реальную власть. И вот давайте вот, если хотите, с этой точки зрения, что произошло, как вам кажется, где президент и его команда были успешны, где все-таки есть серьезные проблемы и какие тенденции? Потому что для вас тоже не секрет, что многие прогнозируют, что на осень ожидаются чуть ли не какие-то там грандиозные подвижки, социальные протесты и многие другие вещи, которые связаны именно с президентом. Да, я об этом говорил. Ну, смотрите, первое, так, если отталкиваться, Зеленский, понятно, что, знаете, человек, который не был вовлечен, то есть по верхам знал украинскую политику, он неизбежно столкнулся с украинским дип-стейтом, глубинным государством, в котором формально помучить власть не означает реально управлять ситуацией. А реально управляют ситуацией две ключевые силы. Украинский олигархат – это хищники, и чужие – это, скажем так, эмиссары внешнего управления. Вот, обратите внимание, конфликтная ситуация вокруг окружного административного суда. Ну, классическая ситуация – чужой против хищников. Ну, кто бы ни победил, украинцы проиграли. Вот. И, пожалуй, в этом, как говорится, основная проблема. Ну, что можно занести в актив? Прежде всего, вот, монобольшинство. Ну, пожалуй, труборежим избирателям зашел. Народу понравилось. Это были месяцы, когда, сентябрь-октябрь, когда и у Зеленского, и у партии «Слуга народа» были пиковые показатели поддержки. Дальше хуже. Потому что вторая, вот, последняя сессия уже там работали с перебоями. Оппозиция научилась спамить, потихонечку сыпать песочек. Но, тем не менее, в принципе, большинство из того, что они там напланировали, они таки приняты. Я критически отношусь, допустим, к распродаже земли, принятому законопроекту об оборудовании земельцев и его значения. Поскольку в наших условиях, в условиях кризиса, продавать землю, ну, это как распродавать бабушки на столовое серебро. И земля – это тот товар, который можно продать только один раз. Но были ряд решений, которые получили, скажем так, в обществе поддержку. Прежде всего, это ограничение депутатского иммунитета, закон об импичменте президента. Хотя там тоже есть к чему прицепиться, но, в принципе, социология показывает, что люди восприняли это с позитивом. Целый ряд таких законопроектов, как легализация, выдобутку бурштена, добыча янтаря. То есть, что еще можно? Законопроекты о референдуме. Ну, он еще же не принят, еще же ничего нет. Ну, позитивно. Просто список. Я иду просто по табличке, что позитивно оценивается. Ну, куда, допустим, хуже воспринимается легализация игорного бизнеса и намерение, вот Петякова там заговорила, легализовать проституцию, это общество не принимает. То есть, в целом, монобольшинство сумело сохранить такое электральное ядро Зелецкого. То есть, примерно 30%, по-разному, кто-то рисует 28%, некоторые 35%, но около 30% электральное ядро, пусть с небольшими потерями. Да, уже есть, как бы, некоторые говорят о том, что оно начало разрушаться, но оно сохранилось в преддверии местных выборов. А теперь, как говорится, задача, ну, по крайней мере, для Зеленского не допустить цепочки непопулярных решений накануне выборов. То есть, иначе, вот эта синергия непопулярных действий и решений, там, неумение справиться с экономическим кризисом, обратите внимание, новые глава Нацбанка, ну, в принципе, убрали с Малия, это правильно, поскольку, ну, как бы, чем он занимался? Не было никакой независимости на Нацбанка, а был такой суверенитет Нацбанка. То есть, когда, по сути, кто на него мог давить и влиять? Не может Нацбанк, у него три задачи. Это обеспечение роста экономики, поддержка экономической политики правительства и стабильность национальной единицы. Что делал с Малией? Ну, он выполнял только третью задачу. При этом, обратите внимание, на кого он работал? На тех, кто спекулировал в АГЗ. По депозитам Нацбанка 29%. Как вам? Поэтому его, другое дело, то, что его надо было год назад убрать. Год назад. Это было бы своевременно. Но пришел новый. И вот буквально двух недель не прошло, а гривна полторы, как говорится, на гривну 50 девальвировало по отношению к доллару. Понятно, что любая инфляция, это всегда намогно бедно. Без печатания денег, увы, уже не обойтись в этой ситуации. Иначе, как некоторые говорят, к октябрю можем прийти без бюджета вообще. Но и предпосылок для того, чтобы обвально валить гривны, я пока не вижу. Довольствие, думаю, продержимся. Вот вы сказали очень интересную фразу. Кто реально управляет Украиной? Чужой против хищника. Мне очень понравилось. Я записала. Ну, а где же здесь Владимир Зеленский? Владимир Зеленский на растяжке. Обратите внимание, как с одной стороны вот эти маневры и кульбиты между соросятами и между олигархатами. Ну, получается так, как и не парадоксально, Ахметов, проиграв выборы, прошлогодние парламентские выборы, поскольку его политические проекты не попали в Верховную Раду, у него никогда не было такого маленького представителя. Тем не менее, помните, год назад я говорил, учитывая то, что это человек, который контролирует треть украинской экономики и почти 50% валютной выручки, поступающей в страну, он найдет рычаги политического влияния. Ну и что мы сегодня видим? Ну, по сути, правительство Шмыгаля, как бы кто ни называл, но по сути интересы, интересы Рената Леонидовича учтены. Вот, поэтому я не завидую. Возможно, Владимир Александрович глубоко сожалеет о том, что он ввязался в эту авантюру с походом на выборы, поскольку он не... Ну, все их глубины проблем, и того, как... То, что он окажется в ситуации, когда у него нет инструментов решения этих проблем в руках, я думаю, он не представлял себе это. Андрей, как вы считаете, насколько сильнее сцепятся в ближайшем будущем чужой и хищник? Потому что ведь мы же сами видим, что эта ситуация может как накаляться, так и наоборот ослабляться, потому что есть же свои интересы, мы видим, есть свои интересы на Западе. Но ведь, когда мы говорим чужой и хищник, имеем ли мы в виду, что это какие-то иностранные государства, как государственные структуры в нас заинтересованы, или это на самом деле транснациональные корпорации, которых вообще не интересует политика, выборы в Штатах и все прочее? У них свои интересы. Это политические истережные Соединенные Штаты Америки, прежде всего, не консервативное крыло демократов, плюс транснационалы, с которыми тесно завязаны. Ну, главные провайдеры глобализма. Ну, естественно, демократы. Республиканцы, они все-таки ближе, ну, они немножко больше изоляционисты. Но, знаете, вот если говорить о перспективах вот этой схватки чужого против хищника, то есть, если бы все шло как есть, то, скорее всего, 5-7 лет, и наш олигархат был бы съеден, выдавлен. Но, как всегда, пресноутый черный лебедь в виде мировой рецессии, мубину падения никто не может. Все сравнивают уже с Великой депрессией. И в этой ситуации может стать так, что и проект глобализации накроется медным тазом. И Украина окажется, вот, возможно, для нее это будет, кстати, и шанс, поскольку основной удар кризиса будет по тем, кто вовлечен. Китай, Соединенные Штаты, а мы действительно вот этот хутор на периферии мировых процессов. И как раз в этом, возможно, позитив, что нас не так сильно накроют. Ну и оставаться. Понятно, что это сыграет на руку олигархатов, хищников. Но если они не сделают, скажем так, правильных для себя выводов, ну, значит, чуть дольше продержатся, но все равно их приклопнут. А вот очень интересно, в этой битве чужого против хищника, где Россия? Ну, Россия, Россия хватает проблем. Ну, ведь за неполный месяц. Хабаровск. А в политическом эстеблишменте России хватает и тех, кто как раз будет раскручивать вот эту региональную фронту. Думаете, хватает? Вы считаете, что это еще выстрелит? Это начало каких-то процессов? Или это просто захлебнется? Это тревожный звонок. Потому что проблемы, скажем так, конфликт центра региона там тоже присутствует. Есть еще Татарстан, есть Северный Кавказ. Плюс еще разборки между Азербайджаном и Арменией. Война, по сути. Как здесь. То есть не до Украины. Ну и в целом, в последнее время, похоже, в Москве пришли к выводу о том, что украинцы сами справятся. То есть главное, не стоит лазить, вмешиваться. То есть пусть все идет своим ходом. Тогда позвольте еще несколько вопросов по нашим соседям. Вот странное заявление, я бы даже сказала, такое неожиданно циничное, из ухвалы, так из верхней. Заявление Кадырова в отношении украинского президента. Даже сейчас не в отношении Владимира Зеленского, в отношении украинского президента. Что это такое? Зачем? Почему оно прозвучало? И это просто такое настроение было у Кадырова? Или это какая-то... Я думаю, не просто так. Ну, молчал, молчал, и тут прорезался. Я думаю, это такой демонстративный, хамский такой жест, плевок в сторону Владимира Александровича. Ну, коль скоро в очередной раз выкинули с выполнением взятых на себя в Париже обязательств, Владимир Александрович больше с вами имеет дело, и разваливать мы не будем. Вот так это переводится, ну, как говорится, читается между строй. Интересно. А, соответственно, ну, пойдет накачка темы о том, что Украина выходит из Минского процесса, она нарушила взятые на себя в Париже обязательства. То есть, и проблема, ключи от мира лежат не в Москве, а в Киеве. Украина не хочет мира. То есть, Украина хочет ни мира, ни войны. Помните, месяц назад я говорил, цитировал Резникова, о том, что мы не можем и выполнить Минские соглашения, и мы не можем от них отказаться. Ну, кто тянул его за ЭЗ? А это как раз оптимально. То есть, ну, если мы выходим из Минских соглашений, и Путин убеждает Меркель в этом, Макрона, ну, тогда возникает вопрос о санкции. Санкции-то привязаны к Минску. Вот так. Ну, и теперь, если позволите, немножко о столкновении противостояния или активизации противостояния между Арменией и Азербайджаном. Считаете ли вы, что это рука Москвы или нет? Нет. Нет. То есть, это не игра. Поэтому Путин оказывается в непростой ситуации. Ну, понятно, Армения член ДКБ, но и с Азербайджаном отношение немаловажное. То есть, это их, как говорится, любое неосторожное движение еще ближе подтолкнет Азербайджан в сторону Эрдогана, который, ну, по-моему, ну, обратите внимание, ну, четко контр, но хочет новой Османской империи. Понятно, что турок, которые, светских турок, которые все-таки смотрят в сторону Европы, Эрдоган очень сильно расстраивает, но у него есть поддержка. Низу, в турецкой глубинке, и в этой ситуации Россия оказывается очень, как бы, на растяжке. И нам здесь, естественно, любое неосторожное движение, ну, как в Ереване, посольство борщом поливали, но нам не надо выходить в посольство Армении и бить бутылки с армянским коньяком. Лучше занять нейтральную, позицию не вмешать. Понятно, в Украине достаточно влиятельная азербайджанская и армянская община, но мы вне конфликта. Да, многие наши представители евросолидарности, вот Армения, она же, Крым, ну, не поддержала нас в вопросе Крыма. Ну, что было, то было. А в данной ситуации нам не стоит жертвовать отношениями ни с Арменией, ни с Азербайджаном. И еще, Андрей, еще об одной ситуации хотелось бы поговорить, конечно, о накале страстей накануне выборов президента в Беларуси. Все-таки давайте об этом тоже. Вы, как политтехнолог, мне скажите, что там происходит, какие ваши прогнозы и что вообще, вот на кого с вашей точки зрения делает ставку Россия? На Лукашенко или нет? И что вот с объединением-то государства в одно целое? Ведь это же была извечная, я так понимаю, какая-то мечта России. Что теперь с этой мечтой? Лукашенко по итогам выборов удержится, его попытаются отмайданить, но давление на него возрастет. Я думаю, что там, помимо информационного давления, я думаю, включились еще достаточно мощные неформальные рычаги. Как он себя поведет в этой ситуации? Понятно, что тот период, когда он, балансируя в интересах с Москвой, получал преференции, экономическую выгоду, этот период подходит к концу, то есть от него потребуют определенности. Но я бы все-таки поставил на Лукашенко. Как бы там ни было, есть определенный социальный договор, общественный договор. Большинство белорусов, да, есть те, которые говорят, что там пора менять мысую резину. Среди белорусов. Поднадоел. Все-таки четверть века несменяемым президентом это многовато. Но большинство людей, которые живут более приземленными, и обыденными интересами Лукашенко поддерживают. Андрей, спасибо вам огромное. Спасибо, мы были очень рады вас видеть. Да, всего доброго. Спасибо, всего хорошего. Я хочу напомнить, что Андрей Золотарев был с нами на связи, за что мы ему очень признательны. И мы благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патреон и, конечно, нашему другому партнеру медицинскому центру «Призма». Субтитры создавал DimaTorzok